Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзагет пришел следующий вопрос. Зачем Бог создал планеты и звезды, которые мы даже не видим и никак на нас не влияют? Прямо такой замечательный вопрос. Есть поле для размышлений. Но я не астрофизик, и поэтому не буду просматривать вопрос с точки зрения науки. Сам вопрос, конечно, несколько спорный. Потому что, ну как, Луна не влияет на нашу планету. Очень даже влияют приливы, отливы. А солнышко что, не влияет? Вся жизнь бы прекратилась бы на нашей планете, если бы оно было чуть-чуть поближе к нам, или чуть-чуть подальше, или светило чуть-чуть ярче, или грело чуть-чуть теплее. Миллиметр в миллиметр. Вот как, скажем так, Богом поставлено, вот так оно и работает. А что касается других планет, галактик, и что там за ними, Вселенная-то все время расширяется. Слышали же эту теорию Хаббла, который не телескоп. Что говорит Писание? Что небо и земля все сгорит. Ну, в принципе, ученые тоже говорят, только что это вполне всевозможно. Если земля прекратится в существовании, то именно из-за того, что будет уничтожено огнем. Ну, миллиарды-миллиарды лет пройдут, говорят они, и тем самым нас несколько утешают. Но, тем не менее, такая возможность, учитывая близость Солнца, вполне реальна. А что же говорит Писание о дальнейшем существовании планет после Второго пришествия, воскрешения мертвых и жизни будущего века? А говорит то, что все это будет преображено. И можно предположить в духе книги Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии», что все эти миллиарды планет и галактик будут тоже преображены для того, чтобы, проще говоря, всем нам было с интересным коротать время в вечности. Не икаете те, кто разбирается в богословии и услышал в одном предложении два противоречащих друг другу термина – время и вечность. Главное, что в содержании моего высказывания вы поняли. Ведь представьте себе, если каждая планета так же интересна, как Земля. Мы в течение жизни, там в двух-трех государствах побываем от силы, увидим буквально несколько достопримечательностей, несколько каких-то приятных природных явлений. А представьте себе, если нам дана вечность, не просто одна планета, а миллиарды галактик, в которой миллиарды планет. Действительно, там может быть что угодно. Любой выдуманный, если хочешь, мир тобою будет скучнее того, что можно будет изучать по смерти. Ведь жизнь в Боге, жизнь во Христе – это не танцы под арфу в белых балахонах отныне и до века, как это так грустно описывал Марк Твен в одном из своих антирелигиозных рассказов. Это познание Бога и всего им сотворенного. Бог не творил что-либо то ни было для того, чтобы оно кануло в лету и никогда ни в какой форме больше не бытистовало. Бог не создавал смерти. Все, что Богом создано, в том числе материальный мир, он может быть преображен, он будет преображен и будет использоваться с интересом и с увлечением и с пользой для каждого человека, кто будет в Боге, кто будет с Ним. Так что, я думаю, будет не скучно. И все то, что мы сейчас изучаем через телескоп, со временем будет изучаться нами лично. А может быть, я не прав. Может быть, Господом Богом уготована какая-то другая участь для всех этих миллиардов галактик. Кто его знает. Как бы там ни было, я желаю каждому из нас быть с Господом Богом всей жизни и в будущей. А там, думаю, будет интересно. Как говорил один умирающий митрополит за минуту до смерти, «Все не так, все не так, все не так». А то, что мы знаем о вечной жизни и пытаемся объяснить с помощью слов и понятий, свойственных нашему материальному миру, это просто оттенок того, что нас ждет. Как говорит апостол Павел, «Смотрим сейчас сквозь тусклое стекло». А тогда будем смотреть лицом к лицу. Так что будем ждать всего самого лучшего, всего самого интересного в загробной жизни. Только будьте достойны Божьей любви, распространяйте ее на окружающих людей, храните ее в своем сердце. Любите Господа Бога и все то, что Он создал для нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!